Летние музыкальные фестивали в Венгрии до коронавируса становились год от года все популярнее и привлекали все больше гостей со всей Европы. На всякий случай концертные площадки содержат в порядке в этом году. На вопрос Евроньюз в венгерском правительстве ответили, что о разрешении фестивалей можно будет говорить, когда число привитых граждан превысит 5 миллионов. То есть это примерно половина населения. Цифры выглядят вполне достижимыми. По официальным данным, половина венгров уже получила хотя бы по одной дозе, а четверть — обе. Многие крупные мероприятия в этом году уже отменили. Например, фестиваль на Сигете, Звук Балатона, фестиваль в Физене. Но организаторы сдаваться не собираются. И мы надеемся, что все же сумеем провести эти фестивали хотя бы на условиях допуска с сертификатами о прививках или иммунитете. Организаторы и исполнители рады обещаниям властей, но хотели бы услышать больше конкретики о датах и об условиях. По моему опыту прошлых лет, организаторы летних фестивалей готовят программу заранее. Обычно уже в марте все известно. Выбрана программа и исполнители. В этом году никто ничего конкретно не знает. Одна из главных концертных площадок Будапешта обычно начинает сезон в апреле и проводит мероприятия шесть дней в неделю. Примерная программа на этот год тоже была готова. Сценариев много, но не ясно, какого из них придерживаться. Мы не знаем, каковы намерения правительства, куда идти, на каких условиях разрешат концерты. Все программы уже полностью проработаны. Их нужно адаптировать, обсуждать с исполнителями, по крайней мере, недели за три. И если не сейчас это делать, то когда, на каких условиях? Неопределенность – вот самые неприятные. Еще один важный вопрос – разрешение на туризм. Большинство гостей на крупных венгерских фестивалях приезжали из-за рубежа.